Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях остатки австралийского Шардоне и корифей, канадский писатель Малком Гладуэлл. Человек, чьи книги, переломный момент, разговор с незнакомцем, гений-аутсайдер, силы мгновенных решений, что видела собака и многие-многие другие стали бестселлерами. Книга и вино. Нет более лучшего сочетания, чтобы провести тихий зимний вечер. Если вы хотите больше узнать о биографии и библиографии Гладуэлла, то сразу под этим видео в описании есть ссылка, которая ведет на его персональную страницу на проекте «Читай быстро». Страница выглядит вот так. Она сейчас появится слева или справа от меня. Тут чуть-чуть его биографии, ее можно развернуть и прочитать детально. И все его книги, те, которые доступны в кратком изложении у нас, они подсвечены ярко. «Бомбардировочная мафия» — это чуть новый для Гладуэлла жанр. Он такой напряженный, захватывающий документальный триллер о том, что предшествовало и как развивались события во время Второй мировой войны. Отличается достаточно легким стилем повествования, неотразимыми портретами настойчивых, одержимых своими идеями людей. И в этом смысле Малкольм остается верным себе, потому что все перипетии и хитросплетения сюжета с легкостью можно перенести на какую-то бизнесовую канву. И представить, что это речь идет не о военных действиях, а о каких-то там современных бизнес-ситуациях. Мне еще очень эта книга зашла, потому что практически одновременно с ней, значит, вот эта книга «Бомбардировочная мафия», но практически одновременно с ней в моей жизни появился Эрик Ларсон вот с таким вот толмудом «Страх и надежда» про Черчилля. Мы делали уже микрообзор на эту книгу, я ее там все никак не дочитаю. Но, кроме всего прочего, в этой книге упомянута английская доктрина, которую они применяли во время Второй мировой войны, ковровых бомбардировок. И эта доктрина, описанная в этой книге, шла абсолютно вразрез с методами и инструментами мафии, речи которой идет вот в этой книге. И у меня так все переплылось и смешалось, и это очень крутой получился опыт, так что вам тоже рекомендую, если можете, читайте сразу две книги вот эти одновременно. Обзор на эту книгу по ссылке в описании или вот в этом углу прямо сейчас появился. Давайте попробуем в десяти фактах и трех задачах приоткрыть завесу над бомбардировочной мафией и мечтами о гуманной войне кровавых буднях Второй мировой и разобраться, стоит ли читать всю книгу целиком или нет. Спойлер, есть ощущение, что очень стоит. Бомбардировочная мафия. Герои книги, группа авиаторов США, которые разрабатывают собственную доктрину ведения войны, заключавшуюся в точечной бомбардировке ключевых военных и гражданских объектов врага, вместо ковровых бомбардировок, уничтожавших все живое в зоне бомбометания. Эта бомбардировочная мафия, как она сама себя называла, ставила перед собой важнейшую этическую задачу попытаться сделать войну максимально гуманной, снизить количество жертв среди военных и мирного населения. И вот начало книги повествует о кадровых перестановках в руководстве ВС США, и читатель впервые знакомится с действующими лицами. Там можно проследить за развитием событий, отношением к нему всех участников, старого командующего Хайвуда Хансела и вновь назначенного Кертиса Лемея. Автор выносит это событие в качестве ключевого, и я выношу это в первый факт, потому что дальше подробно рассказывается, почему это произошло, к чему привело и что будет происходить. Самое важное во всех этих событиях, то что отголоски случившегося тогда звучат и по сей день. Ну и тут нужно сказать, что на тот момент высшие военные чины Англии и США, которые были уже союзниками, они были приверженцами теории вот тех самых стратегических бомбардировок, разрушения ключевых объектов противника с помощью авиации. Это все должно было обеспечивать победу без активных боевых действий, с привлечением сухопутных подразделений и военно-морских сил. Так произошло потому, что из Первой мировой войны были вынесены страшные уроки. В книге говорится о том, что исследователи подсчитали, что в ходе Первой мировой погибли или были ранены более 37 миллионов человек. И только одна битва на Соме, которая не имела, как оказалось, никакого тактического смысла для изменения хода войны, вернее, стратегического смысла для изменения хода войны, она принесла в окопной мясорубке потери свыше одного миллиона человек. Вот когда изучались эти страшные, глубоко травматичные для общества события, группа единомышленников военных авиаторов приходит к убеждению о необходимости коренного изменения метода введения военных действий. Они предлагают новую доктрину войны, которая будет лучше. Так и называлось «Война, которая будет лучше», где решающую роль отводятся теперь авиации. Авиация, третий факт из книги, один из основных инструментов введения военных действий, который вынудит жертву взмолиться о заключении мира. Вот эта группа авиаторов, она верила в способность побеждать в войне преимущественно силами авиации, чтобы избежать массовой бойни в войнах. И предполагалось, что доктрина бомбежки ключевых военных и инфраструктурных объектов будет строиться как раз на этих самых авиационных возможностях. Спикировать, разбомбить десяток тщательно подобранных заранее целей, не уничтожать миллионы людей на поле битвы и заставить противника опуститься на колени. В противовес решениям Первой мировой войны авиация должна была стать тем скальпелем, который мог бы четко быстро оккупировать проблемы, но была одна загвоздка. Авиация уже существовала, а техническое развитие этой самой авиации гласило нам о том, что трудно попасть на тот момент было авиационной бомбой точно в цель. Именно поэтому более всего участников бомбардировочной мафии занимали вопросы технической возможности точного, точечного поражения целей противника с воздуха. Характеристики на тот момент полетов самолетов, в частности бомбардировщиков, которые применялись во время Второй мировой войны, их скорость, дальность полета, высота сбрасывания бомб, время достижения бомбами земли, это все не давало возможности точно гарантировать попадание в какую-либо конкретную цель. Именно поэтому вы можете вспомнить кадры времен Второй мировой войны, когда те же фашистские самолеты ковровыми методами сбрасывали просто дождь из бомб, потому что они не могли точечно гарантировать уничтожение, благодаря одной-двум бомбам приходилось вот так массово это делать. И в шутку, ну в такую военную шутку, точность бомбардировки пилоты тогда сравнивали с игрой в дарт с завязанными глазами. Поэтому вопрос точности бомбометания относился как раз к списку технологических пожеланий того времени, и эту проблему в конце концов удалось решить после большого количества проб и ошибок, и в распоряжении авиации появился так называемый Нарденовский бомбовый прицел. Эта проблема была решена, но теперь возникала проблема правильного выбора целей. Это пятый факт из книги, и мне кажется, что проблема правильного выбора целей, она может быть перенесена и на нашу современную жизнь, если вы проводите какие-то аналогии с методами бомбардировочной мафии и своими собственными методами, как вы развиваете, например, собственный бизнес. Преподаватели тактической школы для авиаторов в Алабаме из группы вот этой самой бомбардировочной мафии, они учили курсантов не правильно попадать в цель, а правильно выбирать. Мьюер Фейерчайлд, один из ключевых мафиози, когда-то в своем докладе обращал внимание на такие вещи, как акведуки, сети энергосбережения, и вот называл их наиболее очевидными целями. И он приводил в качестве примера Нью-Йорк, огромный уже тоже по тем временам мегаполис, и говорил, что его можно полностью парализовать и сломить волю к сопротивлению с помощью всего 17 бомб, сброшенных подходящие в места. Эти 17 бомб полностью лишают город энергии, город и его окрестности, препятствуют передаче электричества за пределы района, избегают массовой гибели людей и все. И это полностью идет в разрез с бытовавшими тогда методами бомбардировок, потому что для такой победы по старым доктринам пришлось бы разбомбить весь город, потребовалось бы множество идущих, одна за другой, дорогостоящих и опасных воздушных атак, логистика, подвоза этих бомб, город бы превратился в руины, огромное количество жертв и так дальше. И вот все дальше должен был решить план ведения воздушной войны, часть первая, который сокращенно назывался ПВВЧ-1. После того, как Гитлер напал на Польшу, объявил Францию и Великобританию в войну Германии, представители бомбардировочной мафии в качестве приглашенных объединенным командованием Великобритании и Франции экспертов представили в Вашингтоне план воздушной войны, часть 1, ПВВЧ-1. Этот документ представлял собой полностью обоснованные выводы и расчеты о необходимых ресурсах для военно-воздушного флота при вступлении США во Вторую мировую войну. И там в ПВВЧ-1 приводились четкие цифры по количеству необходимой авиатехники каждого вида. Сколько нужно бомбардировщиков, сколько истребителей, транспортников, самолетов-прикрытий и так дальше. Этот план был принят тогда в качестве основной тактической доктрины развития военной авиации в США, но был отклонен Франции и Великобритании. Об этом чуть позже, а пока седьмой факт точки удушения для Германии. За 9 дней, ну то есть бомбардировочная мафия из Алабамы отлично подготовилась к войне и всего за 9 дней в соответствии со своей теорией точек удушения определили основные цели для воздушных атак по гитлеровской Германии. Там получалось всего чуть больше 100, ну около 150 объектов. То есть было выделено 50 электростанций, 47 транспортных узлов, 27 нефтеперерабатывающих заводов, 18 сборочных авиазаводов, 6 алюминиевых и 6 источников магния. Как видите, в этом перечне объектов нет ни одного гражданского объекта. То есть это все то, что отвечает за энергетику, за поставку бензина, соляры, топлива, всего такого, и за сборку разного вооружения, авиавооружения, там какие-то алюминиевые заводы, источники магния. Используя вот эти новые технологии бомбардировки с помощью прицела бомбардировочной, эти атаки должны были парализовать врага несколькими экономными воздушными ударами, сузив рамки войны и, ну такой себе блицкрик по мнению Соединенных Штатов. Однако военные Великобритании, как одни из основных, которые вели сражения с гитлеровской Германией с первого и до последнего дня и на европейском континенте были одними из основных, то они не принимали такой подход, считая мощный воздушный флот основой для расширения масштаба войны. Их военная доктрина предполагала метод бомбежки по площадям. То же самое, что мы называем ковровой бомбардировкой. И при этом им не требовалось, ну пилотам, которые бомбардировали города, не требовалось целиться во что-то конкретное. Бомбы сбрасывали на все, что возможно, после чего бомбардировщик, полностью выполнивший свою миссию, просто возвращался на базу. Этот подход был обусловлен тем, что королевские ВВС считали возможным применять такие методы Германии, во-первых, после того, как варварские немецкие налеты привели к 40 тысячам жертв, многим десяткам раненых, миллионам разрушенных зданий, ну то есть око за око, зуб за зуб. И у Черчилля в тот момент реально рассматривала возможность ответного удара за 18 месяцев уничтожить беспорядочными бомбардировками 50% немецких городов с населением более 50 тысяч человек. То есть, ну, можно понять, конечно, Черчилля и всех британских военных, которые, увидев, как ведут себя, не знаю, применимо это слово здесь или нет, неэтично, немецкие военные просто озверели и решили сбрасывать бомбы на все, что можете. Но и у этой доктрины коврового бомбометания была еще обратная сторона. И Черчилль, и военные чины в Британии говорили о том, что мы не понимаем, где провести границу. Девятый факт из книги. И логика уничтожения гражданских лиц в ходе ковровых бомбардировок обосновывается такими вот рассуждениями. Они, то самое гражданское население, активно действующие бойцы противника. Возможно, партизаны там, условные какие-то, сочувствующие и так дальше. Мы не наносим прицельных ударов по гражданским объектам. Мы уничтожаем сооружение военной промышленности, где выпускают подводные лодки, другую военную технику, боеприпасы в первую очередь. Но мы также уничтожаем людей, которые находятся там, работают в округе. И все, что может дать немецкой армии возможность продолжать войну, включая матерей, детей, медсестер в больницах, священников, пасторов, всех. Потому что по этой доктрине невозможно провести границу между ними и солдатами. Они все в момент активного ведения войны противники. Такое вот было отношение Британии. Ну, как мы можем видеть, имело место быть 10 факт из книги, метод сработал. Это, наверное, касается и метода ковровых бомбардировок. Он отчасти доказал свою эффективность, но абсолютную негуманность. Ну и нужно сказать, что теоретики, интеллектуалы бомбардировочной мафии, они начали разрабатывать эту свою доктрину за несколько лет до войны. И благодаря их старанию, настойчивости были воплощены в жизнь многие военные теории, технические задачи. И в том числе удалось уменьшить человеческие потери. Их идеи живы и сегодня. Можно сказать, что метод сработал. И можно сказать, что методы, используемые бомбардировочной мафией точечного применения усилий для достижения целей, может быть использован и вами сегодня, но, естественно, не в войне буквальной, а в каких-то более обыденных вещах. Три задачи из книги, которые я обязательно записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения. Нет ничего лучше, чем прочитать книгу, выписать из нее какие-нибудь факты, понравившиеся вам, а на основе этих фактов сформировать задачи, которые вы пойдете, сделаете и станете чуточку лучше. Дальше. Точечные удары, точечные активности, точечные траты в бизнесе, если они просчитаны и выверены, это всегда круче ковровых бомбардировок. Экономят время и ресурсы. Задача первая – экономить время и ресурсы с помощью вот этих вот точечных вещей. Второе. Чему учит эта книга и что можно сформулировать в задачу – это жертвенность и преданность своему делу. Даже если это кажется абсурдным и невозможным, даже если это идет вразрез с текущими нормами и правилами, даже если все против, будьте жертвенны и преданы своему делу. Ну и третий момент. Гладуэлл не отпускает меня. Я думаю, что в третьей задаче это будет книга «Переломный момент. В очереди на обзор». и записать его, разобрать и представить на ваш суд. Вот. Такими были 10 основных фактов и 3 быстрая задачи из книги. «Бомбардировочная мафия Малкольма Гладуэлла». Давайте дружить. Таким был Малкольм Гладуэлл с книгой «Бомбардировочная мафия» на этой неделе в проекте «Читай быстро», читайте книги, слушайтесь маму, не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх, написать комментарий, нажать на колокольчик, переслать это все друзьям, на блог приходите тоже обязательно к нам, почитайте там кучу разных всяких подборок интересных, обзоры других нонфикшн книг и всякие полезности, или проходите скорость проверки чтения, которая показывает фактическую скорость, реальную осознанность и всякое такое. Делитесь этим сертификатом, который получите по результатам прохождения теста со своими друзьями в соцсетях. Так, все, вот теперь точно, все, читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok